Здорово, котят мои! С вами Катархонт, и сегодня мы продолжаем партию за Конева, которая у нас во главе СССР и строит свою интересную вариацию Советского Союза. Ролик не сказать, что вам очень сильно зашел, но я на самом деле хочу все-таки дойти до конца и узнать, к чему приведет местное безумие Конева. Так что держите новую серию. Усаживайтесь поудобнее, накладывайте себе покушать и наслаждайтесь роликом. А сейчас позвольте вас познакомить с годным каналом, который снимает ролики о военной технике. Посмотрите на то количество роликов, которые он уже подготовил для вас. Уйму контента, который вы еще не видели, но можете заценить. В каждом ролике рассказывается о каком-то виде техники, либо же об исторической личности или событии. Все это снабжено хорошим и приятным голосом, четкой и уверенной подачей, так что вы сможете насладиться подачей материала и хорошо провести время. Отдельное внимание хочу вас обратить на последний ролик, посвященный Королевскому Тигру. Почти 30 минут автор детально рассказывает об этом чудо-танке, который, думаю, многим любителям Хойки должен быть известен. Так что приглашаю вас на этот канал. Переходите, сами зацените его ролики. Если они вам понравятся, то обязательно подписывайтесь и поддерживайте автора. Начинаются откалываться государства от рейс-комиссариатов, как видите, очень много. Революция славян, Московская Красная Армия. Здесь у нас Свободное Русское Движение, Чрезвычайный Московский Совет и Комитет Молодая Россия против рейс-комиссариата Московья. А, ну еще здесь Ассоциация Свободы, если что, анархисты есть. Современная Тачанка и Восточная Весна. Жалко, что без твоей веточки фокусов, но государство явно интересное. Румыния решила с Венгрией подраться в это время. Ну, правильно, никто уже не защищает мира в Европе. Но в Кавказе все тоже не очень прекрасно. Здесь Донская Лига восстала. В украинском рейс-комиссариате тоже все негладко. Смотрите, командование Юго-Западной Красной Армии. Национальная Республика Украины. Нагаево встает в Кавказе. Ох, как у них там весело. Республика Лесгистан также восстала. Еще и Калмыки. Не-не, на Кавказе очень много мелких стран. Вольное казачье войско красное. Марксисты-ленинисты наши, можно сказать, друзья. Ну, а Румыния смогла забрать у Венгрии Трансильванию. Молодцы. Еще бы Карпатскую Русь освободили, было бы вообще красиво. Ну ладно, даже и так неплохо. Независимое государство Хорватии беляет войну государству Венгрия. Ну что ж, я так понимаю, Венгрию решили все разобрать. А Румыния, СС Арденштадт Банат, вот эта вот мелкая страна объявила войну. Весело им тут живется. А у нас тут эксперименты внутри страны. У нас свое веселье. Вот они, психокинетические эксперименты. Но, к счастью, государство будет расти. С телом истинно единым и очищенным от болезни пришло время расти. Подобно Хроносу, мы будем пировать на наших заблудших сыновьях, которые отвернулись от нас. Мы поглотим их целиком, но не повторим глупости Хроноса и позаботимся о том, чтобы из нашего чрева больше ничего не вырвалось. Отсылки на греческую мифологию, это, конечно, неплохо. Правда, как с ней связан конев, вопрос хороший. Ну и самое странное для меня, что доступ к государству будет расти, никак не завязан на том, что мы должны вот эту вот всю веточку закончить. То есть мы можем спокойно двинуться в расширение, даже не очистив страну. Хотя здесь об этом пишут, что страну мы как бы очистили. Очень странно, но давай посмотрим. Приведет ли это нас к чему-то такому опасному? Ну и психокинетические эксперименты. Из всех экспериментов Блока-17, этот был, пожалуй, самым безумным. Были проведены многочисленные эксперименты с целью разработки способа проявления психокинетических способностей. Способности перемещать объекта на расстояние, используя только разум, также известный как телекинез. Как и ждал любой человек, обладающий хотя бы элементарными знаниями в области фундаментальной науки, эти эксперименты не дали никаких результатов своей цели, и все попытки создать телекинез потерпели неудачу. С другой стороны, поскольку испытуемые были серьезно травмированы и обеспокоены смесью и ужасными процессами, которые они подвергались во время экспериментов, тесты дали случайный успех. Были разработаны новые методы усиленного допроса, переданные НКВД в целом. Усиленные методы допроса НКВД. Дешифрование плюс 20%. Хотя бы такой плюс, но уже неплохо. Шпер Геббельс победил? Серьезно? Ох, у нас с вами мастер пропаганды Геббельса руля. Все же гражданка взлетела. Да, у нас тут с вами Геббельс против Гиммлера, против чрезвычайное военное положение. Это у нас Манштейн. Ух, ну, понадеюсь, что германская гражданская война будет идти лучше, чем до этого, как я показывал еще давным-давно этот мод, и сюда никто не вторгнется. Так, генерал-губернаторство. Но это у нас, проще говоря, Польша, да, своеобразная. И конец Венгерского королевства, у нас Вторая Венгерская Республика. Так, а это у нас что? Ага. У нас тут еще и Рейхскомиссариат образовался в Нидерландах. Ну, как я вижу, Геббельсу здесь очень тяжко. Его прям со всех сторон давят, и он вообще ничего не может сделать. Ну, а мы с вами давайте-ка возьмем армейская тактическая дорожная система. Кровь – самое обильное вещество в организме. И не зря. Она доставляет необходимые вещества, такие как питательные вещества и кислород, в клетки. А также выводит отходы через свои сосуды. Теперь, когда клетки полностью проникли в мозг, пришло время построить сеть Вен. Ух, ну неплохо, неплохо звучит. Просто армейская тактическая дорожная система. Да, да, почему бы нет. Погнали. А рейх с комиссариат Ослан тоже распадается. У нас тут Балтийская конфедерация образуется. У немцев началось веселье. На Кавказе победила Донская казачья лига. Здесь на Украине Национальная республика Украины теперь с комбандованием Юго-Западной Красной Армии борется. Ну, а тут Московская Красная Армия против свободного русского движения. Ну, и двух мелких стран. Пытаются друг с другом решить, кто же будет в Москве отправить. Ну, а в Осланде у нас Балтийская конфедерация и Белорусская социалистическая республика. Кроме того, восстали польские легионеры вместе с Львовской освободительной армией. Ну, а мы с вами туда, где есть нефть. Идем мы. Когда Вены на месте, пришло время наполнить их кровью. Нефть это жизненная сила любой современной армии. И у наших своенравных сыновей на юге ее достаточно, чтобы пролить ее для нас. Идаль Урал. Правда, интересный вопрос, что у этой страны нефти-то нет. О, смотрите, теперь шутки про белорусский флот. Совсем и не шутки, они выход к воде получили. Давай, Беларусь, я в тебя верю. Ну, а мы с вами давайте ручку Баграмяна сделаем. Передатель Баграмяна ведет на восточном берегу Волги так называемую армию и государство. Эта мерзость должна быть уничтожена. Ну, а пока на Идаль Урайла. Погнали. Ух ты, чешское движение сопротивления восстало. Не вовремя, скажем так, очень не вовремя. Для чрезвычайного военного положения Манштей явно не ожидал. Он и так уже потерял много территории. Ну что ж, Геббельс пока держится. Еще и Швейцария восстала. Швейцарская конфедерация. Ну что ж, пожелаем им, конечно, удачи, но не очень-то вовремя они выбрали это дело. А мы с вами победили первую страну. Давайте захватываем все регионы. Возвращаем понемножечку те земли, которые когда-то были нашими. Погнали на Транс-Волгу. Объявляем войну. Ну а пока там небольшая военная кампания. Давайте-ка заводы по производству ядерных боеприпасов сделаем. Создание артиллерийских заводов в районе Канда-Агаша санкционировано. Создание черных участков в районе Маяла санкционировано. Реквизиция гражданских лиц из района Астаны для строительства артиллерийских заводов в районе Канда-Агаша санкционировано. А все это нас приведет к проекту Рюрик. Просто разрываем противника. Посмотрите, котел, котел, котел. Ух, красота. Транс-Волга становится нашей. Захватываемся регионы. Уже более-менее граница становится лучше. Ну а сейчас давайте постепенно переводить войска в другую область. Возвращать под свой контроль Казахстан. Революционное движение Бенилюкса не смогло. Чехословацкий регион тоже не смог. Швейцария тоже не смогла. Ну и Великий Германский Рейх решил объявить еще и Нидерландам войну. Молодец. Гибельс, как я вижу, все-таки справляется. И скорее всего победит. Ситуация у него прям наилучшая. А, ну да. Притом и Гиммлер пропал. Все. Без лидера они уже явно не справятся. Давайте. Богатство Центральной Азии. Заберем под себя весь этот регион. Не гоже ему быть свободным. Нам же с вами нужна промышленность. Да и люди новые для экспериментов не помешают. Ну что ж, пока я зачищаю Центральную Азию, самое время заняться проектом Рюрик. Проект Рюрик инициализирован. Под проект Дэвид инициализирован. Разрешен массовый выпуск ракет типа Красный Дротик с низкой атмосферой. Создание стартовых площадок типа Красный Дротик в районе Нового Уренгоя санкционировано. Ну а мы погнали понемножечку захватывать Землю. Давайте пока немножко займемся оппортунистами Центра. Рак поразил организм, совершенно здоровые клетки мутировали до неузнаваемости. Союз представляет собой скорее массу опухлей, чем людей. Прорализуя нашу способность действовать и ухудшаясь с каждым днем, если мы хотим пережить эту болезнь, нож должен быть быстро обрушен на них. К маю 1954 года Центральная Азия полностью под нашим контролем. Промышленности здесь особой конечно нет, но вот новых людей мы с вами заимели. И самое время двинуться и сделать Сибирь красной. Время пришло, наша кровь течет горячей по венам, наше зрение ясно и ясно. Все клетки работают в унисон, и вся порча была очищена от нашей плоти. Наши когти остры, и скоро мы глубоко вонзимся в кишки предателей. Скоро мы снова будем на веки объединены мечом и трудом. В июне 1954 года закончилась немецкая гражданская война. Геббельс победил. Эх, а только я недавно радовался тем, что у Беларуси есть выход к воде. А нет, Балтийская конфедерация забрала это все под свой контроль. Как вы так могли обойтись? Ну а камбэк коммунистов, конечно, это нечто. Недавно здесь Национальная Республика Украина разрывала. Теперь ее на два фронта поделили. А здесь вообще Московская Красная Армия, как победила свободное русское движение, я, честно говоря, не понимаю, с учетом того, что его почти до сюда дожали. Но они смогли как-то здесь одолеться. Волшебство. Ну и давайте. Амнистия за верность. Любопытно, что в отличие от того, что создана эволюцией, наше тело способно обратить в спять некоторые злокачественные процессы. Пара раковых клеток сможет вновь внедриться в организм. Чтобы ускорить процесс исцеления, они должны понять, что это либо мир, либо нож. Погнали в Сибирь. И начнем с Новосибирска. Наш с вами прорыв прям не остановить. Посмотрите на эту красоту. Захватили уже столько земель. Но Новосибирск еще держится. Сколько у тебя там осталось? Ну, совсем чуть-чуть. Давай, капитулируй уже. И становись полностью нашим. Показательные процессы. Преступления и лишения, причиняемые этими наростами, слишком многочисленны, слишком серьезны, чтобы их перечислять. И все же коварно им удалось скрыть от народа многие свои преступления. Даже после тщательных поисков мы не смогли собрать достаточно доказательств, чтобы действительно показать глубину их злодеяния. Однако, истину можно легко подкрепить. Посмотрите-ка. Серьезно? Они отступили из Вьетнама? Молодцы, братья, марксисты-ленинисты. Смогли отставить свои независимости и показать Китаю, что значит истинная вера. Ну и смотрите, Советская Республика Украина. Да, здесь пришли класси-социалисты, все хорошо. Ну и в Московской Красной Армии, как я вижу, тоже все неплохо. Хотя тут котел. Интересно, у них тут противостояние идет. После показательных процессов, показательные испытания. В конце концов, люди увидят наросты такими, какие они есть на самом деле. Мутирующие ткани, которые не служат никакой цели, кроме смерти того самого тела, которое их породило. Народ будет радоваться, когда эти коррумпированные угнетатели будут стерты из аналов нашей страны. Ну а мы с вами погнали на Норильск. Небольшая победоносная кампания. Ух ты, Российская Республика Норильску войну тоже объявила. О, зараза. Конец Алта, а еще. Придется действовать на опережение, нападать на всех. Давайте теперь разбираться с необуржуазией. Несмотря на все усилия товарища Сталина и Берия, эта интернациональная болезнь снова сумела проникнуть на родину. Хотя это и вызывает беспокойство, это также означает, что с ними будет легче иметь дело в группах, поскольку люди легко осознают их нечестие. Ну а мы с вами прорвали Алтай, и смотри, показательные испытания. В сценах, напоминающих аналогичные события 20-летней давности в сталинскую эпоху, происходит волна судебных процессов над многими ведущими членами коммунистической партии. Передают и показывают тем немногим на советской территории, кто имеет доступ к телевидению или радио. Усталых подсудимых приводят к судеб. Зачитывают им их преступления. И все же, кроме испытания, мало о чем можно говорить. Все необходимые доказательства уже собраны, пересыпаны, а приговор все тот же и без опросов. Во многих случаях подсудимые сами сознают в своих преступлениях и предполагаемые измене Советскому Союзу. А затем их просто больше не слышат. Снимают с картины, оставляя только самых лояльных членов партии. Необходимые меры. Ну давай, Норильск, капитулируй уже, я верю в тебя. С Алтаем, видимо, даже раньше разберемся, чем тут хоть какие-то сподвижки будут. А нет, Норильск взяли раньше. Ух, какие тут ценничек, конечно, на все конские, я вам скажу. Ну ладно, одну область все же нам пришлось отдать. Хорошо. Хорошо, Российская Республика с Власовым. Мы тебе еще отомстим за твои жалкие попытки. Да, войну Алтая еще здесь закинули. Но уж нет, здесь у меня вклад намного больше. Даже не надейтесь сюда влезть. Хотя они еще атаку Красноярска хотят прописать. Да, уж смелые ребятки. Все это будет моим. Я так сказал, значит так и есть. Ну а сейчас давайте на Красноярск. Надо успеть его захватить раньше в Российской Республике. После нео-буржуазии давайте начнем слежку. Как с полем боя, так и с домом. Наши враги будут уничтожены окружением. Первые пешеходы на улице будут постепенно заменяться лояльными агентами. Потом люди в их доме. В конце концов их собственные родственники падут. И останутся только предатели, ожидающие их приговоры. Ну а мы с вами почти полностью отрезали республику от возможности пойти сюда войной. Ох, красота какая. Ну и конечно же, Красноярск. Полностью наш. Ну что ж, Российская Республика. Проект Русская Слава. Мы начнем процесс интеграции нашей территории, а потом еще и советская граница. Ну да, да, да. Удачи тебе. Я уже выставляю войска по границе. В скором времени начнется Великая Битва. После слежки самое то. Запустить мониторинг подозреваемых. Наши глаза будут видеть каждое их движение. Наши уши будут слышать каждую предательскую мысль, которой они пытаются заразить других. Камеры будут установлены в их спальных. Прослушка услышит их храп по ночам. Сам Бог позавидовал бы нашему видению. Как Люцифер испугался бы нашей ожидающей руки. Хотя знаете, на республику можно пока не нападать и дождаться, когда они прокачают освобождение Сахалина. Потому что территория реально крутая и нам бы с вами... А, нет, подожди, Великое Отступление. То есть они могут отступить на Сахалин и сдать материк. Ну нет, такое неинтересно. Хотя с другой стороны в любом случае их выкинем. Так, а у нас тут мексиканские штаты объявляют войну. Автономные... У-у-у, социалисты в Мексике. Возрадуемся такому событию. Ну а мы с вами аресты в полночь. Часы бьют 12. Псицы молчат. И все же ночной покой опровергают нашу праведную ярость. Когда они убегают от стука в дверь. Они оборачиваются только для того, чтобы обнаружить дуло пистолета. Уже направленное им в лицо. Таков гнев народа. Такова справедливость нашего. Исцеление. Геббельс, наверное, такому бы позавидовал. Что мы могем-то тут? Да, смотри, советскую границу исследуют. Ну что, войной пойдет? Или же нет? Нет, Владивостокские доки открывает. Ладно, раскачивайся пока. А, он просто бонусы получил на оборону. Тогда не страшно. Все же свободное русское движение победил. Ну что ж. Хорошо, поздравим их с этим делом. Они теперь еще возвращают и Ленинград под свой контроль. Ну и вот он. Арест в полночь. Хотя Конев был любимым кандидатом в НКВД, его не все поддерживали. Фракция, известная как НКВД-Р, право НКВД или булганисты, поддерживала лидерство Булганина над Коневом. Именно эта фракция, которая после долгих подготовки стала последним объектом жестких чисток, в ходе давно спланированной хорошо скоординарной акции, сторонники Булганина в НКВД были быстро и жестоко арестованы по всей советской территории. Сам Булганин, пытавшийся бежать, был тем не менее пойман и помещен под арест. Таким образом, внутренняя оппозиция против Конева в НКВД была полностью уничтожена. Необходимые меры. Ну а дальше пора уже покончить с мерзостью. Пошлите броню в сельскую местность, либо же испытание химической продукции в Новосибирске. На самом деле это ничего нам особо не дает, просто потом атака бомбардировщиков, либо же артиллерия. Давай бонус к артиллерии. Прежде чем гнев старого короля обрушится на наших заблудших сыновей, наш меч будет уже у Егора. Ведь даже колейки не успеют и пальцем пошевелить, как их головы полетят к нашим ногам. А он пропущен. Замечательно. Так что давайте развернуть рюрик грязных бомб. Красный дарт И. Далее данные. Уволен из лаунчпада. 0202, введите данные ниже слоя перистых облаков. 0204, данные вводят ниже тропопаузы слоя. 0205, данные выхода ниже тропопаузы. Данные 0206, выхода снизу небольшой слою. 0207, данные детонируют полезные нагрузки в Норильском регионе. Подпроект Дэвида закончился. Проект Рюрик продолжается. Жалко, что бонусы не навсегда, я на время. Даже бы если плюс 15 оставили, было бы уже неплохо. И знаете, что интересно? Булганин арестован, но он является министром. Да, неплохо. Ничего не скажешь. Хотя скорость троится минус 15, я бы его не против заменить на самом деле. Но политики нет. Поэтому терпим. Ну и давайте покончить с мирностью. В самом сердце матушки России лежит проклятая земля, управляемая американским орлом и преследуемая безумцами-анархистами. Его мирные жители лежат порабощенным оружием, построенным по иностранному образцу, откормленные на пище, которая олицетворяет буржуазные декадации. Теперь, когда большая часть Сибири наказана за предательство, а ее трупы питают общественное благо, пришло время навсегда насадить голову Кронхайта на пику. Ну что ж, Ласов, освобождай Сахалин и готовься. Мы придем по твою душу. Ну смотрите-ка, да, они вернули Сахалин. Прекрасно. Нам же с вами будет проще. Все, покончить с мирностью. Объявляем войну. А сами поддержка левых. Вырезание раковых хозяев и вымывание болезни прошлого оставили тело сильно ослабленным, едва способным ходить. Не говоря уже о том, чтобы противостоять опасностям этого мира. Этот дефицит придется компенсировать правильным питанием, поддержкой и отдыхом. И, конечно же, хорошими боевыми действиями. Ух, красота. Ну и, конечно же, куда без небольших котлов, хотел сказать я. Но они сопротивляются. Это будет великая битва. Левых мы с вами поддержали. Дальше давайте обязательную службу в НКВД. Мозг не может взаимодействовать с внешним миром без органов чувств и моторики. Теперь, когда НКВД стал мозгом, левые должны стать нашими органами чувств. Для этого они сначала должны быть полностью связаны с нами. Наши нейроны должны полностью проникнуть в них. Построить сети рецепторов-носителей. Чтобы действие было согласовано и преднамеренно. Когда оно происходит. Усилит НКВД. Давайте массовую слежку. Прежде чем мы сможем соединиться с органами чувств, мы должны убедиться, что они тоже не поражены болезнью. Ни одна вторая опухоль не может вырастить до размеров той, которую мы только что удалили. Ни один микроб, ни одна мутировавшая клетка не ускользнет от нашего взгляда. И да, вы правильно думаете, данная серия подходит к финалу. Началась великая заруба в Сибири, где мы выясняем, кто лучше. Советский Союз, либо же Русская Республика под управлением Власова. Также продолжаются чистки в государстве, ну и собственно очищение тела, дабы потом воспрянуть духом и пойти уже не на восток, а на запад. В Москву, в Ленинград, Сталинград, а там дойти до Польши и отомстить немцам. Если вам понравился этот ролик, то вы можете помочь, поставив лайк и написав коммент. И конечно же подписывайтесь, если вы еще не подписаны, чтобы YouTube вас оповещал о новых видео. Надолго не прощаемся, услышимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok